Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео расскажу, что делать, если ваш айфон завис на черном экране. Поехали. У айфонов тоже бывают сбои, частенько, за неправильно скачанной прошивки или установки, при включении. Экран не загорается, но при этом айфон работает и даже издает звуки. Что же делать в этом случае? Я покажу самый быстрый способ, с помощью которого вы в пару кликов сможете решить проблему. Программа называется Tenorshare Reiboot. Ссылка будет в описании. Переходим, нажмем скачать, нажимаем установка, дожидаемся окончания. Запускаем программу. На экране вы сейчас видите айфон 11, на котором я буду производить все действия. Первым делом вам нужно подключить айфон именно по оригинальному кабелю к своему компьютеру. Помните, что лучше всего использовать только оригинальный кабель. С неоригинальным кабелем у вас могут возникнуть проблемы. Далее жмем начать и тут будет два способа ремонта устройства. Стандартный ремонт и глубокий ремонт. Стандартный ремонт просто обновит вашу версию прошивки до последней. Если проблема была в ней, то она будет решена. Глубокий ремонт ведет ваш айфон в режим восстановления и обновит его на последнюю версию. При этом все данные с вашего телефона удалятся. Если у вас проблемы в аппаратной части, то есть с железом, то данный способ вам не поможет. Поможет только замена запчастей. Телефон подключили. Я выбираю стандартный ремонт и нажимаем на эту кнопку. Далее выбирайте, куда сохранить последнюю версию iOS и нажимаем скачать. Дожидаемся окончания. После того, как скачалась прошивка, нажимаем начать ремонт и дожидаемся окончания. После окончания появится такое сообщение. Готово. И теперь вы можете проверять свое устройство. Если данный способ не помог, то нажимаем на глубокий ремонт. Но помните, что все ваши данные с телефона удалятся в этом случае. Поэтому не торопитесь, будьте внимательны. Еще один способ вывести айфон из зависшего состояния, это войти и выйти из режима восстановления. Для этого точно так же подключаем айфон по оригинальному кабелю к компьютеру, запускаем программу. И сначала нажимаем войти в режим восстановления. И все, как вы можете видеть, он туда вошел. А потом выйти из режима восстановления. И после этого у вас все должно работать исправно. Также телефон можно ввести в режим восстановления вручную. Для этого нажимаем на дополнительные рекомендации по вопросам. И тут будет руководство по входу в режим восстановления и выхода из него. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете посмотреть распространенные из них вот здесь и найти ответы на них. Все ссылки будут в описании. Напишите в комментариях, удалось ли вам решить проблему со своим айфон. Если остались какие-то вопросы, можете оставить их там же. Если видео помогло, обязательно поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.